Более полумиллиона туристов посетили Тверскую область в новогодние каникулы. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такова статистика регионального министерства туризма. Между тем, эксперты уверены, что Верхний Волжье сохранит свою популярность и в течение всего ближайшего года. Минувшие новогодние праздники стали просто триумфальными для туриндустрии Тверской области. Регион посетили 500 тысяч гостей. Рост почти на треть. Отели были заполнены под завязку, а повара и официанты в ресторанах сбились с ног. В гостинице там свыше 80% загрузка. Это показатели очень высокие. И ресторанный бизнес у нас, в общем-то, даже посетовали то, что работать пришлось гораздо больше, чем в обычных. Правда, почивать на лаврах отечественным отельерам, рестораторам и экскурсоводам не стоит. Руссо-туристы все равно мечтают и о заграничном отдыхе. Особенно, если это касается моря. Даже Камчатке или Байкалу, которые сулят сниженные цены, в одночасье тяжело будет заманить к себе десятки тысяч гостей. Да и черноморским курортам нужно еще время, чтобы достигнуть уровня той же Турции. Не удастся сделать ту инфраструктуру, которая сможет обеспечить тех людей, желающих, которые хотят приехать. То есть на этом нужно больше времени, чем один год. Пока что Турция выигрывает. Цена, качество. Однако, если значительная часть заграничных направлений и дальше будет закрыта из-за коронавируса, это даст отечественной туриндустрии шанс еще раз снять все сливки. В том числе и Тверской области, у которой снова основная надежда на жителей столичных регионов. У нас более лояльные условия в части пандемии, это, конечно, сказывается. Это позволяет нам все равно и соблюдать меры безопасности, и продолжать работать. Я думаю, позиции нашего правительства, губернатора в этом отношении абсолютно правильные. Все это позволило Тверской области решить еще одну давнюю проблему – межсезонье. Ведь раньше наши отели и турбазы главным образом были загружены только летом и зимой, в остальное время пустое. Теперь же туристическая индустрия надеется, что в предстоящую весну к нам, как и осенью, снова приедет немало гостей из столиц. Это, кстати, должно сгладить и ценовую политику. То есть приезжающим в июле или январе не придется из своего кармана компенсировать октябрьский или апрельский простой гостиницы.